На 9 мая в республике намечены сотни мероприятий, ну а пока продолжается активная подготовка к празднику. Сегодня премьер-министр Чуваши провел очередное заседание Организационного комитета. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Несмотря на капризы погоды, уже до конца апреля необходимо облагородить все обелиски и памятники. А их в республике насчитывается более тысячи. Причем накануне Дня Победы в Батыревском и Маргаушском районах планируют открыть новые мемориалы погибшим воинам. В озеленении и благоустройстве памятных мест будут задействованы более 30 тысяч человек, в том числе воспитанники патриотических клубов, детско-юношеские общественные организации и волонтерские группы. За большинством памятников и обелисков ухаживают кадеты, студенты и поисковые отряды. В этом году они вновь заступят на вахту памяти. Уже намечены выезды в Тверскую область, Севастополь и Крым. Лучших поисковиков поддержат. Были восстановлены 6 грантов. Это 3 гранта по 100 тысяч для поисковых отрядов при общеобразовательных организациях Чувашской республики. 3 гранта для молодежных общественных организаций в размере 75 тысяч рублей. 9 мая по улицам Чебоксар пройдет бессмертный полк. Горожане соберутся вместе, чтобы исполнить самую известную песню о Дне Победы. В администрации столицы говорят, что еще одной изюминкой праздника станет массовый кадетский бал. Ведется активная подготовка и к параду военной техники. Необходимо решить возникающие проблемы. Шумерлинский завод спецавтомобилей вместо планируемых 6 единиц техники выделяют 4. Автофургон Шумерлинский вместо 6 единиц выделяют 2. Парад Победы соберет не только военную технику. В одной колонне проследуют байкеры и ретро-машины. Первые репетиции назначены на следующую неделю. Председатель Кабмина отметил, что День Победы в республике должен пройти на высоком уровне. В этом году праздник пройдет под девизом «Память народа». Уже в ближайшее время на улицах города появятся портреты ветеранов, которые сражались за мирное небо над головой. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.